Мне очень приятно от того, сколько людей я здесь вижу, сколько знакомых лиц, потому что для меня этот момент на самом деле достаточно сложный, так как сегодня я буду рассказывать не про то, как снимать сториз, и не про тренды блогинга, и даже не про запуски, не про продажи. Я буду рассказывать про свою историю и то, что я ранее не рассказывала. То есть то, что я сейчас буду говорить, я раньше не говорила, и поэтому мне очень ценно, что вы разделяете этот момент со мной. Погнали. Погнали. Сегодня мы будем говорить о том, что делать, когда все идет по пизде. А у меня все, как вы знаете, порой действительно идет по этому органу. Я расскажу про два своих факапа и про то, чему они меня научили, как они поменяли мое мышление, как я справляюсь вообще с этими ситуациями. И в целом поговорим о том, как не терять мотивацию, когда наступают какие-то проблемы, как не терять веру в свое дело и как двигаться дальше, несмотря на большие проблемы, которые, наверное, происходят у большинства людей. Вот примерно про такую ситуацию будем говорить, потому что многие из нас, скорее всего, в ней живут. Сегодня я не буду вам давать теорию и какие-то структурные данные. Сегодня я просто расскажу две истории. И первая история будет касаться моего бизнеса, который я сейчас открываю. Я еще в 21 году решила, что я не только хочу быть блогером, я не хочу делать только запуски, я хочу интегрировать свой опыт и в другие сферы бизнеса и открыть какой-то более классический вид бизнеса. Например, офлайн бизнес. И я решила, что я открою школу танцев в Москве. Это решение было принято в 21 году. Соответственно, я готовилась, я даже закончила бизнес-школу, я провела исследования целевой аудитории, я узнала все, что там надо сделать, начала работать. Мы нашли помещение. Оно было суперхорошее после какого-то времени поисков и уже готовы были подписывать. И это было 14 февраля 22 года. Что было дальше, все знают. 28 февраля я уже была в Дубае. Соответственно, все планы по школе танцев в Москве пошли в пресловутый орган, который мы упомянули вначале. Я приехала в Дубай, начала осваиваться, и оказалось, что там школа танцев даже перспективнее, потому что рынок абсолютно пуст. Школ танцев для взрослых просто нет. И спрос большой. А денег там бизнес будет приносить больше просто в силу рынка. Я провела еще маркетинговые исследования, я сама поездила по школам. Вот это вот записалась я на занятия, вот танцевальный зал в Дубае. Как вам такое? И там примерно все вот так. То есть за последний год открылось пару нормальных залов, но в целом нет, нету ничего. Мы начали искать помещение. А кто имел какие-то дела с Дубаем? Кстати, похлопайте, кто имел какие-то дела с Дубаем, пытался там что-то открыть, сделать. Да, класс, вы меня понимаете. Кто имел дела с Дубаем, тот знает, что достаточно сложно там именно на начальном этапе бизнеса войти. То есть не как у нас ИП открыть бесплатно, а вот уйти уже из этого бизнеса, ну не знаю. Там дорого открыть фирму, очень сложно счет зарегистрировать. Мы, кстати, полгода регистрировали счет. Сколько отказов нам пришло, я не знаю даже, как пересчитать. Красный паспорт, виза инвестора, сразу no почти во всех банках. Но мы это сделали. И в бизнесе в Дубае, когда ты делаешь какой-то оффлайн бизнес, самый сложный этап – это поиск помещения. Потому что там нет такого, как в Москве, ну из того, что я поняла, что ты приходишь, смотришь помещение, выбираешь, подписываешь, начинаешь там что-то делать. Там еще три этапа согласования с государством всего. Очень долгие переговоры. Еще началась мобилизация, все приехали регистрировать свой бизнес в Дубай. Цены на аренду вот так вот. Риелторы просто вот такие одуревшие ходят, потому что спрос значительно превышает предложение. Но в итоге мы нашли идеальное помещение. Мы нашли очень большую классную виллу сторговали цену, прям прилично, там процентов на 25. Вот эта вот крыша, локация, джумейра, все очень классно. Мы начали работать. Мы начали оформлять дизайн-проект. Мы вот сделали уже там план, перепланировку. Открыли лицензию, заплатили все на свете. И оставалось только перевести это помещение из статуса жилого в статус коммерческого. На тот момент процесс уже примерно 5 месяцев длился. То есть переговоры, согласование там и все на свете. И естественно нам отказывают. То есть в какой-то момент после 5 месяцев работы нам приходит отказ. Знаете почему? Потому что вот там в этом комплексе было два ряда вилл. Один ряд возле дороги, а второй нет. И вот которые не возле дороги, их нельзя в коммерцию. Вот такая причина. Приходит раз, ничего сделать нельзя, все, никак. Деньги потрачены, время потрачено. И я когда выложила в Инстаграм это все, все начали очень сочувствовать. И говорить, блин, держитесь. Ужасно. Кто помнит эти сториз? Да, все помнят. Мне было приятно. Мне была действительно приятна поддержка. Я думала, блин, круто. То есть я объебалась, и никто ничего не сказал. Все только поддерживают. Но что было у меня тогда в голове? У меня было в голове, что я свои планы нарушать не собираюсь. Окей. Полгода я просрала, значит у нас на полгода меньше. И надо начинать с нуля, но времени на пять месяцев меньше. Как говорится, времени на раскачку нет. И мы обрадовались на самом деле. Мы в тот момент с командой очень обрадовались. Ну, пять минут там. Позагонялись, погрустили, а потом мы поняли, что это прекрасный шанс поменять нашу стратегию. Отказаться от виллы в 500 квадратных метров, выбрать что-то попроще, сделать что-то побыстрее. Время уже прям поджимает. Уже лето на носу, а летом должна начаться стройка. То есть к осени мы все равно хотели открыться. И мы просто сели и полностью переделали свою стратегию. Мы пересчитали финмодель, мы снизили стоимость помещения, которое мы ищем в два раза. Мы не писали там типа фэнси дизайн интерьера в торговом центре, где будет расположена наша премиальная самая лучшая школа танцев. Мы не писали там типа обязательно нужно, чтобы район подходил нам идеологически и по настроению, чтобы это было именно вот то, что нам надо. Нет, у нас там было типа должна быть парковка, такая-то площадь, отдельный вход, предчистовая отделка, например. Вот такая-то сумма, все. Берем любые районы, пофиг, какая разница. Поставили цель очень быстро открыться и смотреть, сработает ли вообще наша концепция или нет. Снизили косты, снизили планы, поменяли финмодель. То есть поменяли мы нашу стратегию на то, чтобы как можно быстрее просто запуститься и посмотреть, что будет дальше. А если все пойдет хорошо, то в следующем году работать над еще двумя филиалами. Дальше мы отказались от риэлторов. Мы нашли контакт MR. Мы пошли на прямые переговоры с MR. Это, конечно, было интересное зрелище, но мы справились. Мы выбили нужные условия. И неделю назад мы подписали договор. Договор на помещение в даунтауне. 200 квадратных метров. Очень хорошее. Все по нашим параметрам. Стоимость именно такая, какая нужна. Можем ли мы еще раз объебаться? Да. Не то, чтобы мы можем. Мы 100% еще на чем-то объебемся. Дай Бог, если мы откроемся. Но на этот раз мы прошли дальше, чем в прошлый раз. И знаем мы больше, чем в тот раз. И, скорее всего, пройдем еще дальше и узнаем еще больше. И в этом весь смысл. Поэтому план такой, надежный, как швейцарские часы. Чему меня эта история научила? Во-первых, тому, что ко всему можно адаптироваться и в том числе к меняющимся условиям. Раньше мне казалось дико стремным, что нет какой-то стабильности понимания стратегии. Когда ты делаешь бизнес в Дубае и ты русский, и происходят санкции, и в принципе бизнес в другой стране, и принимаются новые законы, и тебе отказывают в банковском счете, и что-то постоянно меняется, и так далее. Абсолютно нормально, что каждый день перед нами вставал новый вызов. И в какой-то момент мы словили себя на мысли, что мы абсолютно никак не вовлекаемся в это эмоционально. Мы просто привыкли. Мы просто привыкли к тому, что да, нам постоянно отказывают. Постоянно. Во всем. Да, у нас какие-то сложности. И у нас это вызывает теперь скорее какие-то смешки и иронию, а не действительно расстройства. А вот эта говнина, она реально происходит каждый день. То есть тот же Эмар, он сейчас нам говорит, допустим. Вот все правила стройки Эмара, пожалуйста, в этом гайдлайне. Если вы что-то сделаете, не так будете переделывать. Но здесь не все. Мы не знаем, как там сделать вот это, вот это. Мы ничего не знаем, но если что-то не так, вы будете переделывать. Ну вот, как бы все так каждый день. И ничего страшного, к этому можно привыкнуть. И мы к этому привыкли, и мы просто работаем в этих условиях. И это просто навык, который можно приобрести. Каждое «нет» это конкретизация пути к… Да, вы, наверное, это слышали, что я… Кто-то сказал, кто-то лампочку, по-моему, электрическую изобрел. Эдисон. По-моему, он что-то такое говорил. У него 10 тысяч раз не получилось это сделать. Он сказал, я не провалился 10 тысяч раз, а я нашел 10 тысяч способов, которые не работают. И теперь я знаю, что вот эти способы не работают, значит, другие работают. И я отношусь к этому так же. Я отношусь к этому как к тому, что если что-то пошло не так и не получилось, значит, на один способ это сделать меньше. И это хорошо. То есть у меня на один вариант меньше. Меньше вариантов, как к этому прийти. То есть картина становится более полной и более ясной, когда у вас что-то не получается, как было у нас со школой танцев. То есть я абсолютно на своей вот шкуре поняла, что не надо делать сразу большое помещение, делать сложный ремонт, делать сложные согласования. Хотя я это в теории прекрасно знала, откровенно говоря. Ну, как бы мы думали, что нас это обойдет стороной. И третье осознание, это что? Жизнь — это как компьютерная игра. Помните, мы в детстве играли? Ну, кто-то не в детстве, но там начинаешь уровень практически в любой игре и начинаешь его проходить. И там какие-то препятствия. И каждый раз, когда ты не преодолеваешь какое-то препятствие, тебя отбрасывает в начало уровня. И ты начинаешь заново. Но с каждым разом ты проходишь все дальше и дальше. Ты выучиваешь там здесь перепрыгнуть, здесь подлезть, здесь там надо вот это сделать, здесь вот это сделать. И в конце концов ты переходишь на новый уровень и начинаешь уже с него. Для меня жизнь устроена вот так, вся, целиком. То есть жизнь как игра. Мы просто проходим уровень. И пытаемся справиться с препятствиями раз за разом. Вот. Это вот моя жизнь, мой путь к школе танцев. Вторая история. Даже более интересная. Я не поняла, что смешного. Скорее всего вы в курсе этой истории. Скорее всего многие из вас смотрели пресс-конференцию и знают о чем речь. На всякий случай в двух словах повторю, что я начала быть блогером профессионально с 2017-го. Открыла ИП. С самого начала я платила налоги. Но так вышло, что не все я делала правильно. И не все налоги я платила правильно. И в 22-м году, год назад ровно, началась налоговая проверка. И первая сумма, о которой шла речь, еще неофициально, еще предварительно, это было 217 миллионов рублей недосдачи. То есть невыплата и штрафы на 217 миллионов рублей. Я охуела. Ну то есть я помню, как сейчас этот момент, когда я получаю эту новость и у меня просто отнимается тело. Я чувствую, что у меня ноги и руки ватные. Ну то есть вот просто реальность как обрушивается. То есть я не знала, что такое возможно. Я не знала, что такое бывает. Я не знала, что это со мной может быть. Это сейчас я уже знаю, что такое нового проверка. Я понимаю, что это вообще на самом деле стандартная история для предпринимателя. Как это проходит, что там, ну как работает. Тогда я просто офигела от этой жизни. И у меня была истерика. Я реально чувствовала, что мир рушится. Потому что у меня типа чистая прибыль была вот в районе этой суммы за все годы. Я такая, ой, я что, это не доплатила? И тогда у меня был реально сложный период еще. То есть я эмигрировала в Дубай не так давно. То есть там прошло несколько месяцев. У меня ботов тогда начали насылать. Вот Галя точно помнит. Ну и вы, наверное, тоже помните. Какие-то жалобы, попытки блоков. Непонятно, что там дальше будет. И тут еще и проверка. То есть еще и вот с этим проблемы. Но как ни странно, когда это произошло, я думала, что меня это добьет. Потому что мне реально было тяжело в тот момент. Очень тяжело. Я была... Но я начала себя чувствовать лучше. То есть когда прошел первый шок, там через час я уже как-то оклемалась, села спрашивать у друзей, что происходит вообще, какие варианты действий. Начала узнавать там, что как. Начала искать какие-то контакты адвокатов, спрашивать у своих консультантов, что дальше делать. Ну то есть просто перешла уже в рабочее русло. И через несколько дней я заметила очень интересный эффект. Я заметила, что я стала себя чувствовать лучше, чем до этого. Гораздо лучше. Когда я начала обращать свое внимание не только на то, чего у меня нет, а посмотрела на то, что у меня еще есть, я провела такую ревизию. Что у меня есть голова, у меня есть блог, у меня есть команда, у меня есть свобода передвижения, у меня есть интернет, у меня есть множество навыков, у меня есть мое мышление. Я поняла, что у меня есть очень много всего. И я это не осознавала до этого. И до меня просто в моменте это дошло, насколько много всего у меня, блин, есть. Клянусь, это был волшебный момент. Раньше я его не испытывала. Я не ценила то, что имею. Оказалось, что есть такой парадокс, что когда в жизни трудности, начинаешь чувствовать себя даже лучше. Я на себе ощутила, что как будто начинаешь смотреть на жизнь более чистым взглядом, словно линзу перед твоими глазами протерли. И ты вдруг в очень таких ярких красках начинаешь все замечать. То, что ты не ценил до этого, капризничал, не знаю из-за чего. А то, боже, у меня упали охваты, какая трагедия. Как дальше жить? Я реально начала чувствовать жизнь лучше. Я бы даже это сформулировала, как то, что впервые за долгое время я ощутила, что я живу, что я живая, что у меня есть жизнь. Звучит странно. Но так и было. И у меня было одно самое главное сознание в тот период. Я его даже в блоге писала. Я внезапно поняла, что в принципе у меня на самом-то деле ничего нет. Все, что угодно, можно отобрать. Вот я жила, думала, у меня есть, не знаю, много денег или много недвижимости. Тут раз ты понимаешь, что скорее всего нет. Скорее всего нет. У меня есть блог, его хотят заблокировать. Может, его заблокируют. То есть, может быть, и блога у тебя нет. У тебя есть какие-то планы на жизнь. Они могут отмениться просто в момент, одним днем. И можно отобрать абсолютно все. Абсолютно все. Но я поняла, что никто никогда не отберет у меня меня. И что я окажусь где угодно с голой жопой, но у меня всегда будет выбор, что делать и как к этому относиться. И что вот это точно никто не отнимет. Вот все, что угодно, можно отнять. Меня нельзя отнять. И вас у вас тоже нельзя отнять. И это так успокаивает. Это такая хорошая мысль. Я прям развела бурную деятельность после этого. К психологу пошла, что-то начала с финансами разбираться, с бизнесом, в экспресс-программе. Очень классный эффект был, когда я начала делать все, что откладывала раньше. У многих в 22-м году был такой эффект. Когда вот я полетела, куда раньше там не летала, попробовала все, что раньше не пробовала, там, снорклинги все с акулами и так далее. Путешествия везде, где я хотела полететь, я не ездила из-за того, что у меня запуск. Запуск в Москве. Три года отложенной жизни ради запуска в Москве. Серьезно? Я перестала это. Устроила себе большой месячный отпуск какой-то момент летом. И знаете что? Я никогда в жизни раньше не была такой счастливой, энергичной и творческой, как в период после этого. И вы это тоже наверняка могли заметить по моему блогу, кто на меня подписан. Более того, никогда раньше у меня не было такой мотивации работать и зарабатывать. Никогда. Я практически уверена, что не будь проверки и не будь всех сложностей, которые были, не было бы вот этих вот двух красивых запусков инстологии 5.0 и 6.0. Кстати, похлопайте, кто был. Не было бы этого. И рекордов бы не было. Не было бы всех инфоповодов. То есть, скорее всего, я бы не выложилась так, как я выложилась. Я четко стала понимать, что мне нужны деньги. я четко стала понимать, что надо делать то, что хочется. Я начала тратить деньги на себя, на то, что мне хочется, какие-то выполнять желания. И на этой энергии, на этой энергии, на сильнейшей мотивации работать произошло то, что произошло. Произошел запуск на полмиллиарда. Следующая мысль. В самом начале, это был май, я узнала, что налоговая проверка длится год. Что это не какая-то штука, которая типа началась, там что-то отстрелялись, пошли дальше. Год. И передо мной стоял выбор. Либо я нервничаю и тревожусь весь год, переживаю, стараюсь что-то сделать. Либо я живу год и не теряю этот год из жизни. Мне так не хотелось терять год из жизни из-за того, что у меня идет проверка. Хоть бы даже, действительно, остановились бы там на 200 миллионах. Я поняла, что год жизни не стоит 200 миллионов. И поняла, что я очень хочу прожить этот год, действительно, полноценно прожить. И я действительно перестала нервничать. Я поняла, что есть вещи, которые от меня зависят. Это нанять хорошую команду, сделать то, что говорит эта команда. Там какие-то есть этапы у проверки, на каждом этапе что-то надо было сделать. А есть то, что от меня не зависит. То, как отреагируют налоговые, или как там будут идти переговоры или работа. То, когда я узнаю какие-то новости. То есть ожидания, было же очень много ожидания. Я месяцами часто не слышала никаких новостей. И в эти месяцы очень важно было не тревожиться. И важно было продолжать жить и работать. И в это время я делала запуски, я жила. Шла работа. Кто не знает, когда налоговая вменяет какие-то суммы, то их можно оспаривать. То есть это не сразу финальное что-то. Мы предоставляли документы, там команда работала, сумма снижалась. И все очень хорошо на самом деле шло. Дошли мы в итоге до 127 миллионов. Вот буквально это было в апреле, по-моему. Нет, не в апреле. Ну, в начале марта. В начале марта это было. За это время что я заметила? Я заметила очень сильные изменения себя как личности. Потому что все какие-то более мелкие рабочие проблемы перестали меня так волновать. Я с ними стала справляться гораздо проще. Потому что на фоне каких-то более крупных процессов, с которыми ты справляешься, все мелочи, вот эти там упавшие охваты, что-то кто-то не сделал, надо кого-то нанять, кого-то уволить, это все достаточно просто. И мне действительно стало легче жить, я стала спокойнее, гораздо взрослее и устойчивей ко всему. Моя устойчивость повысилась невероятно. Плюс я начала по-другому проявляться в блоге и в жизни. Это можно заметить, отмотав мою ленту в Инстаграме. Что я действительно стала иначе выглядеть, иначе жить. И даже мой Инстаграм поменялся. И в результате, как бы это странно не было, но я совершила новый квантовый скачок. Вот то, что часто в инфобизнесе говорят, да, она выстрелила. У меня был квантовый скачок в 2020-м, когда мы одни из первых сделали запуск на 100 миллионов. И я думала, что ну в принципе все. Вершина моей карьеры, да. Это было круто. Теперь дальше ну просто работаем. И тут это произошло еще раз. Это было здорово. А потом на меня завели уголовное дело. И знаете что? Я узнала про уголовное дело из новостей. Вместе с вами. Позже я восстановила, так сказать, хронологию по переписке. У меня заняло примерно 10 минут смириться с этим, принять это. И я пошла на учебу, на которую я тогда собиралась пойти. Это был тренинг Кузнецова и Паша Капельмана. Там в 10 он начинался. В 9, там в 20 вышла новость. Я такая подумала, ладно, наверное, не пойду на учебу. Ну серьезное дело, уголовное. В 9.30 я такая, но с другой стороны тренинг Кузнецова. Когда я еще на него попаду? В итоге я спускаюсь, это был отель, и там в нем был тренинг. Я спускаюсь, смотрю, все на меня вот так смотрят. Я думаю, ну надо спасать ситуацию. Я вот так захожу и говорю, видели новости? Все такие, ну да, с облегчением, что можно там как-то прямо говорить. И через несколько дней я шла по Дубаю, и внезапно я себя словила на том же ощущении, что да, жизнь стала объективно сложнее. Ну, сложнее жить с уголовным делом, просто даже с юридической точки зрения. Я, например, не могу визы получать. Заблокировали счета. Об этом тоже сейчас расскажу. Но при этом, при всем такое ощущение жизни, то есть я реально, я иду по Дубаю, такая думаю, так, надо вот это сделать, надо вот это сделать. Думаю, боже, как классно, как классно. И опять начинаешь вспоминать, как классно то, что у тебя есть, то, что ты не замечал до этого. Прошел месяц, я погасила задолженность полностью, я провела пресс-конференцию для СМИ. Кто смотрел, кстати? Это было непросто, но это, наверное, отдельный рассказ, отдельный разговор. Сложное было событие. Ну, в общем-то, дела начали налаживаться в целом. Правда, за одним исключением мне заблокировали счет дважды. То есть по какой-то причине мне повесили одну блокировку и сверху повесили еще одну такую же блокировку. И не разблокируют. То есть, несмотря на все ходатайства, у меня вообще нет доступа к деньгам в России уже месяца полтора, наверное. Вообще, никакого. То есть я даже не могу заплатить подрядчикам инсталоги. Кто сидит в зале, если из вас, извините. Я не могу делать возврата. Так что, если есть недовольные клиенты, тоже извините. Все, что я могу, это платить налоги. Это можно. Прикол в том, что прямо сейчас я открываю три бизнеса в Дубае, каждый из которых требует инвестиций. И это, наверное, тоже какая-то отдельная история, которую я потом на какой-нибудь конференции расскажу. Как мы вообще это делаем? То есть денег нет, бизнесы есть. Ну, точнее, их тоже еще нет. Надо сделать. Как это все работает? Я задумалась в какой-то момент и поняла, что я вообще не думаю о будущем. Я вообще не загадываю вперед. Я знаю свой следующий шаг. Я знаю, что я делаю на следующей неделе и какая у меня цель на следующую неделю. Что мне нужно привлечь вот столько инвестиций, вот решить это, решить это. До этого на самом деле была периодически у меня такая ситуация, что я такая сяду, начну думать про школу танцев и такая, блин, а если я найму админа, она будет невежливой, клиенты будут недовольны и мне будут писать плохие отзывы. Школы нет, помещений, ничего нет. Я сижу, думаю про какого-то мифического админа, который мне испортит бизнес. Вот сейчас такого нет. я думаю ровно на один шаг вперед, потому что жизнь показала, что дальше загадывать бессмысленно. Через месяц Дубай примет новый закон. Эмар скажет, пошли в жопу вы со своей школой танцев, все, расторгаю там договор. Какие-нибудь новые требования придут, не знаю, моя ремонтная бригада строительная кинет меня, все что угодно может произойти, деньги не разблокируют в течение года, ну, например, например. Я об этом вообще не думаю, я делаю следующий шаг, конец. Потому что тревога, она всегда про будущее. Всегда. Но проблема в том, что будущее предугадать невозможно. Это просто невозможно. Мы можем сколько угодно пытаться представить или строить стратегии или что-то там предполагать, но в таких ситуациях это невозможно. И надо просто это принять. Вот буквально на рефреше уже произошла ситуация. Смотрите, что произошло. Налоговая считает, что я вышла на Осно с УСН в 20-м году. Мне пересчитали 20-й и 21-й по Осно, я заплатила. В 23-м по факту я вышла на Осно в конце 22-го. Последний квартал 22-го, 23-го все выплачено по Осно. Вот те скрины, помните, я постила, типа 97 миллионов НДФЛ, там еще столько же НДС, все выплачено. И вот уже буквально здесь на рефреше приходят требования. 22-й тоже платите, а это еще сотка. Ну типа, ну вы же заплатили все, то есть вы согласны, платите еще. Да, деньги есть деньги. Проблема в том, что, как бы вам сказать, если я это делаю, я почти со 100% вероятностью это делаю, то я в кассовом разрыве. Дальше там можно что-то делать, дальше можно работать, оспаривать, продолжать. Но сейчас ситуация такова. Вот она. И это происходит со мной прямо сейчас, вот на ваших глазах. Я отлично себя чувствую, потому что все вот эти принципы, которым жизнь меня научила, они действуют сейчас тоже. Ну окей, будет кассовый разрыв, сколько денег надо, где я могу их взять, какие у меня есть варианты, когда мы будем это решать. Окей, мы это решаем на следующей неделе, значит, эту неделю вообще об этом можно не думать и так далее. 100% произойдет еще что-то. 100%. Я понимаю, что даже нет никакого варианта вот сидеть, например, и ждать, что типа вот сейчас закончится налоговая проверка и заживу. Ни хера, ни хера. В бизнесе постоянно что-то идет не так. В этом суть бизнеса. И это нормально. Очень помогает осознание, что, во-первых, деньги это просто деньги. Я вообще к ним не привязана. Все живы, здоровы. У меня шикарная команда, у меня есть проекты, у меня есть блог, у меня есть голова моя. Все есть, все есть, что нужно. Ничего критически плохого не происходит и не произошло. И это на самом деле успокаивает, потому что в мире есть ситуации гораздо хуже. А тут я знаю, что делать и делаю это. Жизнь это игра и мне пиздец, как интересно жить свою жизнь. Мне это нравится. Мне нравится все, что со мной происходит. И мы подходим к самой главной мысли моего выступления, к тому, ради чего я вообще все это затевала и то, что я хочу донести больше всего. Вот эта мысль. Абсолютно все плохое, что с вами происходит, в будущем даст вам ровно столько же хорошего, а скорее всего даже больше. Я просто выписала из головы список хорошего, что я получила за последнее время. Я, например, получила совершенно иное отношение к бухгалтерии и в принципе к бизнесу. Я очень много поняла про бизнес, очень много узнала, очень много своими руками сделала в бизнесе. У меня гораздо больше навыков, чем год назад. Я могу заработать очень много денег быстро, я теперь это знаю. Я знаю свои пределы, я знаю свои максимумы. Я знаю на что я вообще способна. У меня был огромный медийный охват. Вот этот прикол сейчас в канале рефреша написали, что даже мама знает метрошну. Знаете, у скольких моих знакомых мамы теперь знают меня? У всех, блин, у всех. Конечно, меня показали на первом канале в вечерних новостях. И не только, на всех каналах меня показали, и не один раз. На самом деле, скорее всего, для меня это очень хорошо. И скорее всего, я буду еще много лет пожинать плоды этого охвата. В хорошем смысле. Команда. Вот одно дело, когда у тебя просто есть команда, и вы с ней работаете, делаете запуски, например. А другое дело, когда у тебя есть команда, с которой вы прошли релокацию, налоговую проверку, уголовное дело. И они не шелохнулись. они, они как я, они встали и просто продолжили делать свое дело. Это совсем другая команда, и совсем другое понимание этой команды. Это бесценно. Да и в себе я на самом деле не разочаровалась. Самое главное на самом деле, что я получила, это то, что я сама себе гораздо больше доверяю, потому что я теперь знаю, насколько я сама на себя могу положиться, что я не пропаду, что я не выпаду, что у меня не будет там, не знаю, критически плохого состояния при каких-то трудностях. И с этим знанием жить гораздо проще и легче. Еще меньше тревоги за будущее. Ты просыпаешься и такая, что еще готовит мне этот новый день? Ну, ничего, пусть. Я поняла, что я очень стрессоустойчивая. И я поняла это на практике, а не в теории. Потому что в теории я в себе не была так уверена. Я не знала, как я себя буду вести в подобных ситуациях. И предполагала, что, наверное, как-то, ну, не знаю, плохо, нет, все хорошо. Чем больше сложностей вы можете преодолеть, и чем больше сложностей вы преодолели, тем вы привлекательнее для других. Это еще одна мысль, которую я бы хотела поделиться. Согласитесь, что человек, который видал какое-то дерьмо, и человек, который в любой сфере, там, и в своей профессиональной, в том числе, сталкивался с неудачами, и преодолел их, и живет дальше, и развивается, он выглядит надежным и устойчивым. Соответственно, каждая сложность, которая с нами происходит, она нас закаляет. И в глазах других людей вы становитесь еще крепче, еще увереннее, еще круче. Понимаете, о чем я? Это я к тому, что, еще раз, в сто пятьсотый раз повторю, не надо скрывать свои неудачи в блогах, не надо. Наоборот. Чем больше вы покажете своих факапов, тем крепче будет ваш образ. Блин, полезная мысль пронеслась, мы же хотели без этого. Ну и да, чем тяжелее испытание, тем ты после него сильнее и мудрее. Я это замечаю по себе, я это замечаю по другим людям. В моменте кажется, блин, да почему я, да почему со мной, почему вот все нормальные, все нормально живут, а я, блин, Саня. в том, ты понимаешь, что в этом-то твоя сила, в том, что ты это можешь пройти. У многих так, я думаю, согласитесь. И завершу свое выступление такой мыслью. Происходить может абсолютно все, что угодно. Можно отнять все, что угодно. Никто не застрахован ни от чего. И у нас, как правило, нет над этим власти. Единственное, чем мы реально управляем, это своим отношением к этому. И тем, как мы будем чувствовать себя внутри. И как мы будем настроены относительно этого внутри. И это на самом деле единственная свобода, которую у нас отнять невозможно. На этом все. Спасибо.